всем доброй субботы вот сегодня я пришел парк опять пойду гулять от мехмет 37 году видите заложен этот парк я вот с этой стороны пойду я со стороны ресторана все время шел а сейчас пойду со стороны вот другой стороны двое ворота два ворота тут вот смотрите тридцать седьмой год вот это деревья посажены тридцать седьмом году смотрите вот он вот этот парк заложен и сразу вам отвечу на моих пару хороших друзей которые мне задали задали вопрос хотя я и раньше про это говорим но еще раз хочу повториться они мне скрины отправились других каналов где мне спрашивают вот турецкий гражданин турок парень вот жалуются что работа нет все такое что мне сказать по этому поводу я уже и раньше говорил здесь трудно только иностранцам которым не разрешено работать потому что они не граждане не граждане а гражданин турции который жалуется что работы нет я в это смотрю так знаете с ухмылкой и с усмешкой почему потому что вот вы говорите что ну да я там посмотрели видео человек мол мало 27 28 тысяч на наших рублей вот хочу вам открыто говоря всегда колхозным языком говорил потому что все таки наверно 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 вам не отдает то что я деревенский какой-то мои сорок да мы все из деревни все мы из деревни и если нас вот так вот наружу это самое некоторые когда выпить 100 грамм раскрывается а некоторые такие из вот я такой есть и трезвый тоже могу сказать открыто у меня бы были вот такие права как у них да сейчас данный момент я бы пошел бы и на 1000 лир пошел бы работал мужик должен пахать днем и ночью ну и что что нет извините на 27000 это на 1000 я пошел бы это раз во вторых тут куча возможностей ребята куча возможностей если человек чем-то хочет заняться вот откройте любой сайт вот фейсбуке да ну там для граждан я еще раз хочу сказать продаются земельные участки очень дешевые вот коркутели от отсюда где-то километров ну 30-40 до расстояния 50 домами с участками за копейки за 200 за 150 за 130 за 100 тысяч земельным участками дома готовы все участки все садами со всеми делами веди хозяйство зачем тебе город купи уток гусей гуся они продаются здесь маленькие три месяца поработай от души вкладывать работы свой тупой труд нужен за три месяца я прибыль уже а за полгода вообще нафиг можно вот у меня столько турков знакомых которых да вот которых я знаю чисто турков которых у всех свои дела работают никто на жизнь не жалуется даже у которого был паркмахерской не шли паркмахер для потому что изоляция там гарантийма он взяли вот передел молочный магазин ездит привозит оттуда молоко там все такое и крутится понимает мужик должен крутиться мужик не должен жаловаться я когда-то помню до сих пор еще были времена те молодые годы у меня были друзья такие которые жаловались ай мол работы нет мало такой оплаты я вопрос задавали мяг ребята вы домой приходите вам жена готовить то конечно я подожди она ваши вещи стирает ока она игр вам постели кое-чем нет они а что тебе тогда я тебе остается делать иди работой займись чем-нибудь здесь очень много возможностей здесь нет такого как 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 у нас на про открыл делок тебе уже подошли и это и это сами знаете но кто делает головой человек он знает здесь нет такого здесь платишь налоги живи работы работы и создавая здесь здесь самому можно создавать рабочие места самому может все делать можно вот и потом я еще одну вещь заметил вот может кто-то мне сказать а его ты не про я много видел людей да да хорошие снова видел таких тоже которые на наших соотечественницах женаты да у них у всех почему-то работы нету вот вы понимаете или не могут найти работу или чё вот у меня сосед да у него четверо детей он работает в пекарне уборщиком или чем-то там он работает днем и ночью он там знаете на сколько он работает за два с половиной тысячи два с половиной тысячи лир и 4 детей он кормит и жену задержит и все все работает а попробовал бы он не работал кусь киномат бы ему она бы показала бы потому что у нас требует у нас восточные женщины извините да и русские женщины есть такие же крутые они горды динаме жили за работой надо работает я до сих пор помню мне одни вот среди моих подписчиков мои друзья потом узнают меня не дадут соврать вот они сейчас смотрят вот это так я я не помню чтобы я там отдыхал и лед долбил и дворником и подъезды мыл и ремонт квартир делается я не отдыхал я ни минуты не отдыхал зато у меня машине бардачки у меня всегда лежали деньги карман тоже всегда лежал деньги всегда ночами клеил объявление по подъездам ходил кому-то мебель поднимать кому-то еще вот потом звонит я до сих пор помню от руки писал и вырезки делаю такие ножницами чтобы люди могли телефон отрывать диван даже один раз поднимал на 10 этаж на спине за 50 рублей хотя тогда говорили за поднем дивана в год минимума 200 ну если чуть не могут больше дать не обрали сделал потому что 50 рублей тоже на земле не валяются поэтому человек должен идти работать если мужик иди работой нафиг и не надо говорить да нет работы да это не это не пойдет вы понимаете можете какой-то это самое но я говорю как есть иностранцам до руки ноги завязаны да у них руки ноги завязаны очень много условий чтобы это самое то давай виза туда сюда 5 10 2 вот вот смотрите вон видите какая-то люди отдыхают приходится да вот этот кафе оказывается назывался мистик который закрытий сейчас вот ну что сказать вот я сказал лично свое мнение поэтому я не верю ни одному слову когда говорят что если ты гражданин и нет работы ни одному слову не верю ну а че то такое поняше его о манадцы встречать будут это который молодоженыш я продут и буду встречать здесь чтобы они фотографии заранее готовят шары море так что вот мой ответ на ваш вопрос есть в карман есть паспорт гражданина турецкой республики иди работай займи чем-нибудь тебя где делай работу нет работы иди иди открывай свое дело иди землей занимайся я же говорю я вам показывал запомните банан продает берем парнишка мальчишка вот когда он не сдачи давали обалдел него кармане было минимум три-четыре тысячи в этой мальчишки по нам стоит продает грязненькой одежде и не скажешь потому что работает потому что работает понимаете работать надо у нас нет этой работы у нас нет работы в этом наш сюда приезжает наши девочки блин кто-то ногтями занимается кто-то этой цели легально все кто-то кто-то еще чего-то кто-то брови делает кто-то массажем занимается вот понимаете тихоря через свои как-то это потому что запрещено а уже есть у тебя несколько кармане просто я вот у меня бы сейчас у меня все нормально дай бог будет не нафиг вот это всякие ходить я вот сейчас вам готовку показывают готовку да вот еду между все все это просто от ничего делать от ничего делать понимаете просто чтобы себя чем-то занять чтобы с ума не сходить я вообще где-то там фейсбук ходить там смотри мне некогда мне я не такой человек я люблю работать я родился чтобы работу и я не понимаю как когда у тебя есть все возможности тебе никто не поймает никто не депортирует ты здесь свой гражданин все среди работой займи открой себе что-нибудь то я и говорю же землю продают так и к за копейку можно землю купить кредит здесь копеечный государство создало все условия для граждан здесь и учиться тоже могут уносить этот открыт университета вечера но мне одного друга у него и жены четыре диплома уже в разных факультетов она по вечерам отделы закончила так что это все ерунда но мне вам мало сроком но если тебе это мало ты денег и тогда сам какой-нибудь другой чем-то открою работой сам сам работателем если не хочешь быть наемным работником а раз уж так вот 100 рублей дадут или работой лишь бы дали ему что-то дали я же говоря за копейки работал это спор помню лед долбил подъезды мы а в сибирской погоде сами знаете как подъезде новостройки холодно вода холодная два раза надо неделю мы по 10 с 1 по 10 этаж и за это платили 2000 рублей воды никто не дает приходится туда идти дать или забирать воду еще три замечания не дай бог где нибудь не домой взрослый мужик которым было уже за 40 я не стеснялся работу потому что я жил по заповедям своих родителей своих предков работа любая работа это не стыдно стыдно воровать стыдно сдавать кого-то стыдно собой торговать своим делом вот это стыдно остальное ничего не стыдно иди туалет убирай лишь бы платили чтоб ты вечером домой деньгами домой пришел а ходить жаловаться не работа нет я так не могу так что это мой вам ответ колхозный ответ ребята может кто-то заводирует его как бы это вот что мол грубо сказано нет я говорю как есть может грубо но я говорю как есть здесь все условия для граждан созданы работа много можно самому я же говорю воду я знаю людей которые вот земли берут как как за копейки покупает вот там выращивают уток ну так 3 месяца 4 месяца труда 200-300 уток одна утка здесь стоит порядка 300 лишь одна штука у него покупает маленькую депо за 10 лишь вот возьмем просто простой вам пример вот то что купили 100 штук купили до этого . до 1000 лет а вот вырастили за три месяца да вот по 300 это сколько получалось 30 тысяч давайте возьмем туда корморм все забьем еще 5000 сверху добавить 6000 24 тысячи прибыли работать надо просто работать надо около жены не надо ходить зачем это надо работать надо мужик должен где-то работать постись он должен быть львом добытчиком тем более здесь главное я говорю чтобы главу чтобы не мешали здесь не мешает здесь кто хочет работать работают того приветствую здесь вот такие дела дорогие мои насчет работы в турции насчет существования мизе здесь не существование получится и даже очень хорошая жизнь получится если человек хочет работать и если у него есть паспорт гражданина турции в кармане все вот такие дела всех вам благ пока пока